посмотрите на фото с комплекта беззеркальный sony и светосильного объектива за 200000 а теперь на фото с айфона за 100000 а что насчет мобильного телефона за какие-нибудь условные 20000 рублей 20000 камон техно камон а если быть точнее 20 про вполне неплохо для такой цены благо дело мы уже давно перешагнули порог технических требований для публикаций в социальные сети огромное количество аккаунтов миллионников создают потрясающе визуальный привлекательный контент и на бюджетное оборудование если есть насмотренность чувство вкуса и понимание того как работает оборудование то можно создавать красивые кадры даже на телефоны за 20000 рублей привет youtube максим густарев на связи а мне написали ребята из техно и говорят а давай ты поснимаешь портреты на не какой-нибудь там флагман она вполне бюджетный телефон все равно мы все флагманы уже отправили розетки ду и велсакому а тебе мы отправим техно камон 20 pro твоя задача сделать на него несколько серий ну а мы посмотрим как ты с этим справишься что же давайте затестируем первое впечатление при распаковке что это за стильная штучка с такими ровными айфона подобными гранями задняя панель в геометрическим матовом исполнении со множеством трапеций и треугольник втражает свет под разными углами выглядит это прикольно меня порадовал форм-фактор и отсутствие толстых рамок самого дисплея отступы сверху и снизу практически равны отступом по бокам но самое интересное что стало для меня сюрпризом телефон с ценой 19 тысяч 900 рублей обладает почти 7 дюймовым amoled дисплеем с потрясающий цвет передачи и яркостью картинки на телефоне смотрятся насыщенные ярко даже в ясную погоду разрешение 1080 на 2400 точек дает нам плотность в 395 ppi неважно читаете вы текст обрабатываете фото или играете контент смотрится идеально в том числе и благодаря супер широкому соотношению сторон в 20 9 на борту у нас процессор mediatek с тактовой частотой до 2 гигагерц и 8 гигабайт оперативной памяти которая кстати программно расширяется еще настолько же в целом мультизадачность и тонна вкладок в браузере у нас спокойно переваривается но больший акцент здесь хочется сделать не на техническую начинку а именно на его способность фотографировать тут у нас имеется блок из трех камер основная на 64 мегапикселя с диафрагмой f1 и 7 и двумя дополнительными никаких изысков тут искать не стоит здесь нет ширика нет телефото камеры имеющийся режим 2x дает посредственное качество единственное на что нам придется снимать это на базовую 1x камеру в режиме интеллектуальной съемки которая по моему опыту отработала лучше всех она автоматически выбирает наилучшие параметры под каждую сцену неважно снимаете ли вы на закате или в помещении со светом от окна свою очередь это избавляет вас от утомительного подбора параметров экспозиции в ручном режиме ну и кстати ручная настройка здесь тоже есть для особых любителей выставить iso выдержку и диафрагму ручками мобильный телефон в отличие от камеры у вас всегда находится под рукой в момент вы его можете достать и сфотографировать увиденный сюжет мобильная фотография становится все более популярной и наша задача как можно скорее научиться видеть через телефон более красиво создавать сюжеты подобные профессиональному взгляду через большую фотокамеру неважно гуляйте вы по городу одни или с друзьями достаньте телефон и уделите время на постановку кадра а чтобы он получился симпатичным вот вам несколько советов и первое самое важное как только вы достали свой сотовый телефон обязательно протрите объектив своей майкой заляпанный объектив при таком малом размере матрицы при таких малых линзах скорее всего даст вам очень мало контрастную грязную замыленную картинку честно говоря у меня уже профдеформация мне даже когда звонят по телефону перед тем как ответить на звонок я сначала протираю объективы не знаю зачем это дело только потом отвечаю второе это конечно композиция куда без нее если вы снимаете простые сюжеты на улице постарайтесь сохранить симметрии это залог гармоничной уравновешенной композиции что даст вашему кадру больше устойчивости не забывайте про линейную перспективу она даст плоскому в силу аппаратных ограничений кадру объема сделает его более глубоким разумеется и правил третей никто не отменял но использовать их необходимо только соблюдением изначальной симметрии если вы располагаете что-то в третях ищите что-то что сбалансирует объект в другой части кадра при фотографировании архитектуры не задирайте нос камеры тогда все вертикали останутся параллельными это намного приятнее чем когда ваше здание начинает складываться домиком соблюдение параллелей и перпендикуляров является залогом систематичной и фундаментальной фотографии углы в 90 градусов должны оставаться прямыми разумеется есть исключение когда камеру можно направить вверх но лучше делать это более активно и при этом опять же нужно помнить про симметрии баланс на любом смартфоне вне зависимости от его ценового класса от его марки вычислительная фотография работает не идеально если к примеру взять айфоны при фотографировании в яркую солнечную погоду находясь в тени вы будете получать фотографии намного более холодные чем вы хотели бы это прям беда вы делаете снимки постоянно хочется уводить баланс белого постобработки немножечко вправо в тепло и на предпродакшене это ну никак нельзя пофиксить аналогичная ситуация возникает и с яркостью в стоке вероятнее всего автоматика выберет экспопару опираясь на яркости среднестатистических сюжетов но мы с вами фотографы которые пользуются правилами объемов мы располагаем моделей на темных бэкграундах чтобы акцентировать внимание зрителя на портретируемых и автоматика выкручивает яркость на максимум так вот на момент съемки не ленитесь компенсировать эти яркие сюжеты двигайте ползунок яркости в минус подбирайте такую яркость при которой лицо модели будет проэкспонирована нейтрально вы должны видеть свет теневые переходы тогда фотография не будет даже нуждаться в последующий цвет коррекции кстати на нашем техно камоне цвета очень приятные стоки но я их все равно докручиваю и ничего с собой поделать не могу для этого у меня есть снэп сит и иншот кстати который я юзаю для цвет коррекции фото в том числе даже платную подписку себе купил ради одного фильтра еще вперед чуть-чуть плечи уведи да класс и через левое плечо смотришь на горизонт важно помнить что основная камера на смартфоне имеет эквивалентная full фрейм и фокусное расстояние в 25 миллиметров это в понимании классической фотографии широкоугольный объектив вы не можете снять на него крупный или close-up портрет с расстояния в один метр вы получите хороший поясной портрет этим и нужно пользоваться сделайте акцент на позу на динамику движения на интересный необычный ракурс конечно поставить модель под дерево это тривиально но действенно а для меньшего искажения пропорции лица просто располагайте его в центре кадра ну а после вверх можно немножечко кропнуть разрешение позволит по тестам можно сказать что в целом кропать фотографии с сохранением достойного качества для публикации интернет на этом телефоне можно вплоть до двухкратного коэффициента то есть из 25 миллиметров мы получаем 50 а это уже вполне привычный портрет но все же сделать это лучше на посте телефоне есть два режима работы с разрешением 64 мегапикселя который очень требователен к статике сцены такое ощущение что работает он как-то через пиксель shift и стандартный режим в 32 мегапикселя который я считаю намного более выигрышным так как телефон снимает намного быстрее файлы весят меньше а резкость остается прежней в режиме 64 мегапикселей когда вы делаете резкие движения телефоном велика вероятность словить дикий роллинг шаттер хотя его можно использовать как творческий эффект шевелёнку надо ну и не стоит забывать о том что физику не обманешь микроскопическая матрица с небольшой оптической группой линз и 64 мегапикселя сами линзы способные разрешить 64 мегапикселя должны обладать недостижимыми на данный момент оптическими свойствами но и стоит как крыло от боинга это и видно на фотографии 9216 пикселей по длинной стороне но увеличив картинку мы имеем мыло поэтому забудьте про все эти овер пиксельные режимы снимайте в стандартные держите в голове что вне зависимости от телефона маленькие матрицы не предназначены для сильных кропов и будет нам счастье еще момент ну допустим у нас 64 мегапикселя мобильная матрица ультра компактного размера представьте какого размера сам пиксель но в данном телефоне сенсор с размером пикселя в 0,8 микрометра для сравнения на sony smc размер пикселя 5,94 микрометра что по площади в 55 раз больше пикселя телефона в 55 раз большее количество фотонов падает на пиксель и как следствие в 55 раз меньше шума мы получаем ну и в 55 раз чище цвет мы имеем на профессиональной камере сожалению в нашем случае ночная фотография не так хороша сравнение с iphone 13 pro max разница очевидна примерно так же как она очевидна в сравнении с iphone 11 техно ком он заметно уступает это видно по каши в теня с другой стороны это плата за небольшой прайс этого телефона оригинальные фотографии с этой мобилки опять же можете посмотреть у меня в телеграм канале ссылка в описании подводя итог если света достаточно вы будете получать очень хорошие фотографии повторюсь телефон дает достаточное качество для создания контента для социальных сетей я в этом убедился проведя съемку и на природе и выполнив городской портрет если вы хотели начать снимать делайте это прямо сейчас вам не обязательно покупать дорогие комплекты оборудования камера уже есть у вас под рукой не ленитесь просто идите и фотографируйте вы не ленитесь поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал мне будет очень приятно и до новых встреч пока